Ю-цер-беч. Господи, пона выдумывает, пона сочиняет лекарств. Голову ломает потом. Добрый день. Здрасте. А чем могу помочь? Я, вообще-то, девушка, пришел к вам ругаться. Вот, вы продали мне кучу лекарств, а они не помогают. Что? Я вам что, тут барыга? Так, что тут у вас? Ага, анальгин, цитрамон, спазмолгон. Я так понимаю, вас мучают головные боли, да? Не меня, мою жену. Каждый вечер сильные головные боли. Наверное, особенность организма. И что, вот это все не помогает? Вот это все вообще не помогает. Они, наверное, просроченные или еще с ними что-то. А-а-а, я, кажется, поняла, что за болезнь у вашей жены. Одну секундочку. Я вам тут кое-что напишу. Это какой-то рецепт? Нет, не совсем. Это адрес магазина. И как туда подъехать? Магазина? Магазина-магазина. Жила я с одним. Козлом. Тоже та голова болела. Головные боли. Так и так. Ай, красиво, красиво. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам огромное. Знаете, после салона меха головную боль как рукой сняло. Да, дорогая? Вы знаете, голова вообще не болит. Я рада, что я вам помогла. Мужчина, можно вас на секунду? Вы знаете, через месяц-другой симптомы могут повториться. Не переживайте. Едьте сейчас в обувной и покупайте сапожки. А если вы хотите, чтобы головная боль прошла где-то на полгодика, может, даже на год хватит. Хочу. Тогда в кожгалантерею за сумочкой. Понял. Спасибо. А? Дорогая, пойдем. Спасибо. До свидания. Выздоравливайте. Ага. Не болейте. Ой, а где мне такого снимателя боли найти? А то все какие-то контрацептивы попадаются. Кстати. Пятиксовый. Спасибо. Оставлю. Самая премьерная премьера этой осени. Что-то ты долго. Сериал «Папаньки». Первый сериал про отцов. Трое разных папанник и один холостяк в одном сериале. Пап, что это? Кого ты такой? Безбашенные. Смешные. А я крутой папанника. Папанька, я крутой. Никто не сможет больше. Никто не сможет больше. Сродиться со мной. Прости, папа. Я тебе испачку машину чуть-чуть. Я больше не буду. Руки за голову! И любящие папаньки. На вечер, сынотик. Они знают, как заставить тебя смеяться. У-у-у! «Папаньки». Пап, ты жду баровку. 24 сентября в 21.30. Заходи на наш YouTube-канал и смотри премьеру. Квас, квас. Свежий квас. Ой, ну и жара сегодня. И не говорите. Хоть бери яичницу на песке жарь. О, спасибо за бизнес-идею. Завтра еще буду яичницу продавать. Да нет, ну какая яичница? Сейчас бы кваску. Так вот, пожалуйста, берите, покупайте. Так у вас цены пляжные. Что пляжные? Два пятьдесят. Это что, глоток? Мне литр нужен, минимум. Два пятьдесят литр. А что это за квас у вас такой, два пятьдесят? Что, просроченный и советский еще? Конфискат? Что это? Нормальный, вкусный. Вот, попробуйте. Пейте, пейте. Это накапало. Отличный квас. Очень хороший. Давай мне тогда вот, вон, на десять гривен. Так, десять гривен, это получается четыре литра. Так, возьмите, пожалуйста. Вот. Халява. Мужчина, а куда это вы так торопитесь? В туалет? Да, переодеться, переодеться. Ну да. Во-первых, во что? А во-вторых, у нас за такое переодевание предусмотрен штраф. Да вы что, с ума сошли? Сто гривен? Да я вам лучше в кусты пойду переоденусь. Не советую. В кустах еще дороже. Ску... Две... Пейте, ты знаешь куда. А я пойду туда. Сюда. Сюда. Так, мужчина, с ваш штраф пятьсот гривен. За что? Как за что? За то, что вы только что в воду сходили. Так а я, может, просто купаюсь. Ага. Сейчас от нашего купания рыба посплывает. Я видел, как вы четыре литра кваса выпили, а потом в воду по пояс зашли. Явно не купаться. Так что с вас штраф пятьсот гривен. Или я полицию вызову. У них тарифы в два раза больше. Я понял. Не надо. Я занесу сейчас. Только не мешай. Другое дело. Так бы сразу. Ну, я же тебе говорил, что схемы работают. Дурак платит дважды. А дураков тут полное, смотрю. Да. Я тебе так скажу. Пока на этом пляже туалет оборудуют, мы с тобой миллионерами станем. Класс, класс. Свежий, дешевый класс. Эй, алло. Учебная. Ты что тут встала? Ты что не бачишь? Пост ТПС. Тут парковаться нельзя. Я... Ну, надо встать. Значит, надо. Что ж. Здрасте. Здрасте. Я бачу, вы учебная. А где ваш инструктор? Я не знаю. Он боится со мной ездить. Знаете, когда он со мной ездил, он все время трясся и крестился. Понятно. Так а як же ж он вас одну на трассу отпустил? Не одну. С пассажиром. Так а где пассажир? Вышел. Прямо на ходу. Да вы что, это жива людина. Ну, вышел, значит, наверное, нужно было выйти человеку. Ага. Ну да. Уважаемая, при чем желание? Ну, не могу дозволить вам продолжить движение. Что ж ты за мной делаешь, зараза? Ладно, давайте так. Я вам расскажу основные правила, чтобы вы, так сказать, с чистой совестью на свободу. Спасибо. Итак, правило номер один. Ну, вы так не честите, а то я же могу и жениться. Итак, правило номер один. За рулем ни в коем случае нельзя краситься. Как? Я не могу ехать за рулем некрасивой. Лучше ехать некрасивой, чем ехать красивой, но к апостолу Петру. А мне к нему не надо. Мне надо в спа. Ну да, ну да. Сейчас поедете. Правило номер два. Правило номер два. Нужно всегда пристегиваться ремнем безопасности. Ну, нет. Он черного цвета, и он не подходит к всей моей одежде. Я же не могу постоянно надеваться в черный цвет. Тогда правило номер три. Правило номер три. Всегда за рулем носить черное платье. Вот. А, и самое главное правило. Самое главное правило – внимательно следить за дорогой. Ой, это как говорил мой инструктор. Следи за дорогой, чтобы не убежала. Да, да. Абсолютно правильно. Ну, вот, в общем-то, и все основные правила. Можете ехать. Счастливого пути. Спасибо. До свидания. До свидания. Подождите. О. А это зачем? Не обращайте внимания. Ты, где вы? Для таких надо отдельную дорогу делать. Тут учебная машина не проезжала. Проезжала? Спасалон поехала. На заправці вийшов рассчитаться, виходжу, и нема. А вы кто такой? Инструктор. Ну, и что? У нее бензину максимум на 5 км. Далеко не втече. Давай быстрее догоняй. Она же опасная. У нее пистолет. В баке. Где вас таких набирают? Так, значит, смотри, играем по-новому. Раз, два, три, четыре. Шах и мат. Ты б с тормозухой подвязывал, а? Здрасте. Здрасте. О, здорово. Шо, опять приус разбил? Опять. Что на этот раз? Преследование или опасное задержание? Опасная парковка. Понятно. Который раз уже? В седьмой. Ну, в седьмой это нормально. К нам и по 20, и по 30 раз приезжали. В седьмой за этот месяц. Как? Месяц же только начался. Сегодня третье число. Прикиньте. Блин, слушай, ты не думал к бабке съездить, чтобы она тебя яйцом выкачала? Да ездил уже. Не доехал. Все колеса пробил. А начальство что говорит? Машину не собирается забирать? Да они боятся брать грех на душу. Они думают, что если у меня машину отберут, я вообще убьюсь. А так меня хоть машина защищает. И шо, вот это они каждый раз выделяют деньги на ремонт? Да нет, конечно. За свои. Хорошо живешь. Откуда средства? А я начал за селфи деньги брать. Ну, нужно же как-то чиниться. Ладно, сделаем мы твою машину. Давай, где она там? Так, а тут, в километре отсюда. Ну, вернее, не машина, а то, что от нее осталось. Там хоть что-то целое осталось? Да, конечно, осталось. Вот. Понятно. Немного. Ну все, давай, иди, делай селфи. Зарабатывай деньги. Спасибо. Осторожнее. Да иди ты уже. Извините. Аккуратно там. Ой, Господи. Вот баран. Ну что, пошли за машиной. Ты что, с ума сошел, что ли? На. Краще гуля в белый цвет. А я люстру сверху одену. Какая ему разница? Все равно ветра забьет. Согласен. Кому как, а мне новые реформы полиции нравятся. У нас стабильный, постоянный заработок. Ага. Слушай, я ее тоже прикручивать не буду. То есть, ты хочешь сказать, что он все-все выплатил? Прикинь. Прям все-все? Ага. И тело кредита? Да. И скрытые комиссии проценты за обслуживание? Да, да, да. И проценты на набежавшие проценты после месячной просрочки? Я сам в шоке. И скрытые проценты в скрытых комиссиях? Да, я все-все выплатил. Это потрясающе. Ну что ж, тогда поздравляем вас. Вы стали полноценным хозяином своей Део Ланос. Спасибо, спасибо. Как говорится, ни гвоздя, ни жезла. Спасибо. Одну секундочку. Вам справочка нужна о том, что вы закрыли кредит? Да. Нет. Но без этой справочки у вас не получится переоформить автомобиль на свое имя. Или не сможете выехать за границу. Хорошо, давайте иду. Но у нас эта услуга платная. Такие правила в банке. Вот, пожалуй. А можно у вас попросить справочку побольше? У нас эта услуга... Подожди. Ну что же, мы нелюди, что ли, совсем. Что, мы не поможем клиенту хорошему, что ли? Ставь штамп. Прошу вас. Спасибо. Кстати, если вдруг, мало ли, или гвоздь, или жезл, приезжайте к нам и возьмите кредит. У нас очень хорошие условия. Да. Идите вы знаете куда со своими кредитами. Туда и идите. О, какой неблагодарный, а? Мужик, может. Мы ему справку большую, а? К нелюдь. На троих. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Ну что, наш пациент, как себя чувствуете? Спасибо, хорошо. Ни на что не жалуйтесь. На что жаловался, вы уже удалили. Давайте я посмотрю ваши швы. Да, пожалуйста. Очень хорошо. Очень хорошо. Вот тут не болит? Нет. А вот тут? Набирайте. А вот тут? Нет. А вот тут? Доктор бурчит, что-то. Вот он. Анестезию? А зачем анестезия? Готовьте операционную. Я пометил точку. Хорошо. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Что, не жалуйтесь? На что жаловался, вы уже удалили. Разрешите, я посмотрю ваши швы. Да, пожалуйста. Представляете, доктор, у меня дежавю. Правда? Мне приснилось, что вы мне телефон забыли. И точно так же искали его. Давайте магнит. Ух ты, а это зачем? Никогда такого раньше не видел. Это лечебный магнит. Вы слышали, что в крови много железа? Да. Вот вам это железо нужно и немножко разогнать по краям. Нашел. Анестезия? Да. А зачем анестезия? Готовьте операционную. Доктор, а он выдержит столько наркоза? Да черт его знает. Хотя, вы знаете, мне кажется, ему уже нравится. Да, да, да. Здравствуйте. Проходите. Здрасте. Пожалуйста. Дорогие шарики. Ой, пожалуйста. А чем он мне помог? Все хорошо? Просто как мужчина. Попадает женщина. Хочешь? Все в порядке. Может, водички? Да. Елена Павловна, я думаю, что хватит ходить вокруг да около и скрывать ваше милейшее положение. Это какое-то? А чем это вы? Ну, Елена Павловна, уже все видели, что вы беременны. Я беременна? Вы что, серьезно? Я на секунду. Простите. Да, конечно, конечно. Я все понимаю. А что, мы остановились? Мы остановились на том, что вам пора уходить в декрет. Ну, хватит скрывать свой животик. Тем более, его уже невозможно скрывать. А вот почему же вы тогда свой животик не скрываете, а? Ну, хватит ломать эту комедию. Уже дети смеются с вас и говорят, что вы чаще ходите в туалет, чем бачок успевает набираться водой. Идите себе в декрет. Идите ни о чем не волнуйтесь. Я же вам говорю, что я не беременная. Не беременная. Нет. Хорошо. Хорошо. Я, собственно, был готов к такому развороту событий. Поэтому, пожалуйста, не хотите ли ответить? Очень вкусная рыбка. Огурчики. Каковы огурчики малосонья? Ммм. 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 Что, собственно, и требовалось доказать. Ну что ж, думаю, вы больше припираться не будете и спокойненько себе пойдете в декрет. Но вы не волнуйтесь, мы нашли вам замену. Это прекрасный специалист, я с вас познакомлю. Ольга Михайловна, зайдите, пожалуйста. Я уверен, что в ее руках ваш класс будет абсолютной церкви и сохранности. Вот, знакомьтесь. Ольга Михайловна, прошу вас. Здравствуйте. Мы знакомы. Да. Леночка, хоть мы соперничали раньше и... Да, я вышла замуж за твоего парня и... Да, взяла твою тему для диссертации, но... Я надеюсь, все в прошлом. Да. Я надеюсь, никто ни на кого не в обиде. Да. Я надеюсь, что никто не в обиде, вы что ли. А-а-а-а! Ухватите, Черьяна Павловна! Прекратите! Значит так. Прекратите, пожалуйста. Зачем я закончила? Вы сказали, значит так, а потом... А-а-а! А потом... 8.30 утра я уже нахожусь в классе. Я пишу число. Классная работа. Говорю, тема сегодняшнего урока... Елена Павловна, извините, пожалуйста, но, по-моему, у вас воды отошли. Хорошо. Я во вторник прихожу. В 8.30 утра я пишу. А если я быстренько прошу? Можно не во вторник, можно в среду, там, даже в четверг. Мама, зачем ты пришла ко мне на работу? Ну как же, Женя, что мама не может проведать собственного сына? Я тебе принесла твои любимые пирожки. Ну, посмотри на себя, ну весь же исхудал совсем. Ну давай, открой границу. Таможня дает добро, Женя. Мама, я уже не маленький. Женя, если мама разрешает тебе играть в таможенника, то это не значит, что ты большой... Мама. ...не мамкой. О, Марина Францевна, здрасте. Здравствуй, Женя, здравствуй. Ну что, радуйся. Твоя доля. Какая доля? Ты берешь взятки? Я воспитала коррупционера. Нет, мамочка, мама. Мама, ты что-то перепутал. Что это? Ты что, забыл? Это же контрабанда аппаратуры. Какая контрабанда? Я в первый раз об этом слышу. Но это, наверное, твои деньги. Да? Да. А, точно. Это же мои деньги. Ага. Ну вот. Видишь, мам. А про контрабанду драгоценностей ты тоже не помнишь? А, какие драгоценности? Ты что-то путаешь. Это тоже твое. Ну, конечно, путаю. Конечно, мое. Ну, а бриллианты-то тоже, наверное, мои. Правильно? Тоже. Тоже твои. Прекрасно. И партия кубинских сигар тоже моя? Да. Эх, Женя, Женя, вот с самого детства тебя помню. Учил его материться и курить под забором. Сколько раз я тебя просила, чтобы ты с ним не водился, а? Видишь, каким он вырос? Вижу. Богатым. Эх, Женя, да счастье не в богатстве, воспитании. Знала бы его мама, чем он занимается. Может быть, позвонить Валентине Федоровне и сказать, что ты здесь развел рассадник коррупции? Марина Францевна, пожалуйста, не надо звонить моей маме. Мало того, что я позвоню и скажу, что ты развел рассадник коррупции, я еще скажу, что ты втягиваешь в нее моего сына. Ничего я его не втягиваю. Чего я втягиваю? Я его вытягиваю. А еще я позвоню маме твоей и скажу, что ты куришь. Нет! Нет! Пусть лучше меня по антикоррупционному закону посадят. Пусть лучше я целый месяц фуры без проверки пропускать буду. Только, пожалуйста, не говорите моей маме об этом. Хорошо, а вот сына проведала, теперь пойду к дочери в прокуратуру. Ну, что нужно сделать? Ну, делай. Мамочка, пока. Пока, сыночка. До свидания, Марина Францовна. До свидания, мальчики. Работайте. Пока. Ну, тебе и мама. Цербер. Ну, так оно понятно. Она же всю жизнь вахтером работает. А эти ж похлеще. Ментов и прокуроров вместе взят. Ну, да. Ты это, ешь давай, она же вечером придет проверить. Да? Ой, не, я лучше тогда съем. Пятно. На троих. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...